всем доброго времени суток я приветствую вас на канале от татьяны с любовью я уже давала заготовочки две заготовки суповых заправок это был рассольник и солянка на зиму суповые заправки у меня набрали хорошие просмотры почти 400 тысяч просмотров я очень этому рада давно давно обещала что все покажу обязательно щи и борщ и сегодня выполняю свое обещание сейчас мы с вами приготовим щи и борщ на зиму это даже не заготовки это полноценные супы на зиму сейчас расскажу и покажу поехали вот такой большой сегодня стол у меня развернут потому что все у меня не вошло в сложенном виде на стол хочу вам сразу выставить все продукты а варить будем конечно по отдельности так эта сторона у меня будут щи эта сторона у меня будет борщ разная фасовка разная нарезка поэтому вот так вот покажу чтобы было видно для щей я взяла полкило лука полкило моркови лук кубиком морковь кубиком я так люблю полкило перца совершенно разного твити вся коньки тут и полкило моркови тоже кубика ой полкило помидор извините тоже кубиком и кило триста на это количество я взяла капусты ну и у нас будет растительное масло 9 процентный уксус 125 миллилитров масла 50 миллилитров уксуса 9 процентов и так прикрыла крышечкой чтоб не выдыхалась две столовые ложки полторы столовые ложки соли 3 столовые ложки сахара понадобится перец горошком я буду класть его сразу в баночке и понадобится лавровый лист на тот суп и на другой я лавровый лист кладу тоже сразу в банке для борща килограмм свеклы я натерла вот так вот на терке я люблю на терке в борщ и морковь поэтому морковь меня тоже натерта на терке у меня здесь полкило и полкило лука порезано четверть кольцами ну в общем зависимости от величины луковицы то есть немножечко длинными чтобы было полкило перца порезано вот так вот уже длинненько я взяла и 700 граммов томатов томаты тоже порезаны я не люблю перекрученные через мясорубку томаты это все-таки суп они каша и 700 граммов капусты тоже порезано вот так вот длинненько ну в принципе у меня также порезано и на щи понадобится 100 миллилитров растительного масла 120 миллилитров уксуса девяти процентного здесь больше продуктов две столовые ложки соли две столовые ложки сахара одна полная чайная ложка перца и одна большая головка чеснока я ее пропустила вот так вот давайте так будем все готовить по отдельности сейчас переходим газовой плите готовим щи потом готовим борщ чтобы продукты не заветели я сейчас все в контакт закрою пленочкой а потом уже когда приготовлю щи тогда уже открою будем готовить с вами борщ будем готовить в кастрюле все спрашивают сколько она у меня 10 литров вот так полностью по края 10 литров кастрюля я не готовлю повидавшая она у меня виды конечно но в нем не в ней удобно так я сюда вылила 125 миллилитров растительного масла и сейчас буду сюда отправлять поочередно сначала поэтому на меня вместе видите с морковкой так вот попадет морковка попадет ничего страшного вот так вот и дадим немножко основной все равно будет лук обжарить обжарится потом добавим морковку по поводу обжарки многие пишут невкусно без обжарки какие-то супы если я даю дорогие мои не все любят зажарку не всем она возможно потому что у кого-то больной желудок у кого-то больная поджелудочная жареная нельзя поэтому давайте так каждый поступает так как считает нужным считайте что нужно обжарить морковку допустим лук пожалуйста если считаете что вам не нужно это обжаривать значит вот на данном моменте я обжариваю да вы можете сразу заложить лук морковь томаты и перец и залить это все маслом и поставить тушиться я чуть-чуток обжарю то есть те кто не любят тушим обжарится ну буквально наверное минуток пять и будет все это готово вот как обжарила отправляю сюда морковку остаток и тоже минуток пять точно так же дадим обжариться почему нарезана кубиком я так люблю в принципе если вам не нравится вы можете натереть на терке ну все буквально вот по желанию морковка тоже при обжарилась ну где-то минуток пять я обжаривала сейчас сюда отправляю перчик и у вас есть точно так же минуток пять будем его обжаривать ну или как хотите можете потушить еще примерно пять минут у У меня вот это все дело протушилось. Сейчас сюда отправляю помидоры. Они, конечно, сейчас дадут сок. И у вас будет здесь намного уже сочнее это дело. Сейчас многие скажут, что помидоры вы отпустили, а не отправили туда капусту. И капуста у вас не доварится. Я не люблю капусту, чтобы она была сильно мягкая. Мне нужно, чтобы все-таки это была капуста, а не каша. Поэтому я капусту всегда, даже когда варю, просто не на зиму заготовки какие-то, я всегда капусту кладу в последнюю очередь. И тут я поступлю точно так же. Дам сейчас помидорам прокипеть минут 5. И тогда уже буду отправлять туда капусту. Будем солить, перчить и все остальное делать. Вот еще у меня прокипели томаты. Видите, они уже какую дали жидкости много. Тут уже, да, уже все, просто уже кипит. Ничего это не жарится. Значит, и сейчас мы поперчу, посолим и сахар туда отправим. Соль, я напомню, что у меня полторы столовые ложки с небольшой такой горочкой и три столовые ложки сахара. Вот так вот перемешаем все сейчас. Уксус мы отправим минутки за три, за пять до конца варки. Сейчас сюда отправляем капусту. Все как закипит, будем варить до готовности капусты. Чтобы она, конечно, как я вам говорила, уже не была в каше. Но она сварится. Ну, это приблизительно у меня уходит где-то минуток 10-15. Как будет готово, я вам обязательно покажу. А сейчас пусть все это дело закипает. Капуста осядет и будет ее не так много. У меня вот прокипело 10 минут. Я попробовала, уже практически сварилась капуста. Все готово у меня. Сейчас мы сюда отправляем 50 миллилитров 9% уксуса. Даем прокипеть еще буквально минутки три. Вот я где-то вот так вот даю прокипеть. И будем раскладывать по баночкам. У меня банки стерилизованные. Вот они приготовлены. Я сейчас примерно по три горошинки, по четыре. На пол-литровую банку отправляю перца горошком. Вот так вот. И лаврушечка. Ну, вот такой листочек большой, я его пополам. Вот так вот. Половинку в одну банку, половинку в другую. Если листочек маленький, один отправляйте. Вот так вот. Сейчас приготовила пока шесть банок. Если надо, я еще достану. У меня они вот тут в духовке стоят. Все приготовлено. Все даем немножечко сейчас прокипеть еще. И будем раскладывать. Смотрите. Щи не должны быть такие. Томатные какие-то. Это красные. Это же не борщ, это щи. Вот такого цвета у щей достаточно. Томатную пасту в щи никогда не кладу. Все у меня готово. Щи получились отличные, вкусные. Уксус придал еще и кислиночку. Так, мы сейчас ставим на самый минимум огонечек. И начинаем раскладывать по стерильным баночкам. И закручиваем. Ну, все как обычно. Все как обычно. Щи сварены. Приступаем к борщу. Отправляем сюда масло. 100 миллилитров. И сразу же точно так же отправляем лук. Опять повторюсь, вдруг кто-то пропустил. Если вам не нравится обжарка, то можете этого не делать. Отправляйте продукты все и тушите под крышкой. Пока лук обжаривается, вот что мы сделаем. В свеклу на терке у меня здесь килограмм. Я отправляю 120 миллилитров уксуса. 9% Просто вот так вот сразу отправляю. И хорошо перемешиваю. Пусть свекла пропитывается уксусом. И это даст борщу красный такой цвет. Свекла, когда будет в уксусе, в кислоте в этой, она свою красноту вот эту вот удержит себе. И борщ будет красный. Все. Сейчас точно так же, как мы делали щи. Сейчас минута 5, вот так вот приблизительно, обжариваем лук. Лук обжарился. Отправляем морковку. Морковку я люблю в борще натертую. Поэтому я ее потерла на крупной терке. Вы все по желанию, дорогие мои. Если хотите, можете ее порезать. Можно брусочками порезать. Точно так же, как и свеклу. Вот все зависит только от вас. Как захотите, так и сделайте. Все, опять даем минута 5 обжариться. Так, морковь обжарилась. Пошел перчик точно так же. Все, как и в щах. Перчик тут взяла такой, видите, красненький. Все, опять даем точно так же 5 минут. Пусть прожариваться, провариваться, протушиваться, как хотите. Так, пошли помидорки. Все, и точно так же опять протушиваем минута 5. После томатов у меня идет свекла. Я свеклу сначала сейчас проварю. А потом буду отпускать капусту. Чтобы, как и в щах, капуста у меня была капустой. А не разварившаяся каша. Вот так вот все перемешиваем. И снова я свекле даю прокипеть 5 минут. Чтобы все это вместе соединилось. А потом уже будем солить, перчить и отправлять туда нашу капусту. 5 минут прокипело. Видите, какая красная, прям красная-красная. Видите? Вот это за счет уксуса. Сейчас мы что сделаем. Мы посолим. У меня здесь 2 столовые ложки соли. С такой небольшой горочкой. 2 столовые ложки сахара. И 1 чайная полная ложка, прям с горкой я оплала, черный молотый перец. Вот так вот. Перемешаем сейчас. Все. И будем отправлять сейчас сюда капусту. Все, даем закипеть. У нас остается чесночок. А вот чеснок я отправлю минутки за 3 до готовности. Поэтому сейчас мы все это даем прокипеть. Я кипячу опять до готовности капусты. На это у меня уйдет приблизительно минут 10-15. Сколько точно, я вам скажу. Прокипело у меня вот, наверное, минут 15. Попробовала. Все хорошо. Сейчас вот отправлю сюда чесночок. Ну, и еще, конечно, прокипячу. Минутки 3-4. И все. И будем раскладывать по банкам. Баночки стерильные. И в каждую баночку опять я положила лавровый листик. Но перчик я уже сюда не клала. Потому что перчик я черный молотый положила в сам борщ. Все. Готов борщичок у меня. Убавляем до минимума. И опять стерильные баночки. И раскладываем. Смотрите, какой красный. Прямо красный-красный. И все. Стараемся почерпнуть, чтобы и жижа была, и гуща. Все, чтобы было пополам. Ну, вот какое количество очень вкусных супов у нас с вами получилась щи. Пока варился борщ, я щи вот полотенчиком укрывала здесь на столе. Все было у меня укрыто. Они были тепленькие. И мы все закрыто. Точно так же сейчас поступлю и с борщом. Все это будет укрыто. Это полноценный, дорогие мои, супчик. Полноценный суп. Очень вкусные, с нежной капустой щи. И посмотрите, какой красный, насыщенный борщ. Всем вам приятного аппетита и удачных заготовок. Вот так вот вам поближе покажу. Горячие, конечно, все еще, да. Смотрите, вот так выглядят щи. Такая пол-литровая баночка. Я использую на 3 литра, на 3-х литровую кастрюлю. Три картошины. И все, пожалуйста, щи у вас готовы. И вот такой яркий красный полноценный борщ. А не заправка борщевая. Потому что здесь все есть, кроме картофеля. Опять же, если вы хотите с мясом, то отваривайте бульон. Какой любите, любой. Курица, говядина, свинина, без разницы. И также точно туда добавите 3 картошинки. Этого будет достаточно. И баночку вот этого вот борща. Все. У вас борщ готов. Если вы поститесь или вы не кушаете мясо, добавляйте 3 картофеля и все. И, пожалуйста, полноценный борщ готов. Такая пол-литровая баночка у меня уходит на 3-х литровую кастрюлю. Попробуйте обязательно. Это очень вкусные супы. Очень вкусные супы. Конечно, многие сейчас мне скажут, можно суп сварить дома, и это будет очень вкусно. Но кто же отрицает? Кто же отрицает? Конечно, мои дорогие, сваренные свежие продукты, борщи, лещи, очень вкусные. И у каждой хозяйки есть свой рецепт. Но не всегда у нас получается в наше время найти время, извините за каламбур, для того, чтобы приготовить вкусные борщи и лещи. Также рассорник и солянку вверху я вам оставлю ссылочку. А вот такая заготовка на зиму выручит вас всегда. А студенты как вам будут благодарны. И дети, которым еще больше времени не хватает, чем нам на готовку. Поэтому не ленитесь, готовьте, заполняйте все баночки, какие у вас еще остались. Зимой это будет очень вкусно, поверьте мне. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки. Не забывайте подписаться на мой канал. А я, как всегда, желаю вам всего самого хорошего и доброго. С вами была ваша Татьяна. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»